Добрый вечер дорогие друзья подписчики случайный зритель по многочисленным просьбам записали мой видеоматериал ваша просьба выражалась в том чтобы я в качестве пассажира находился на заднем сидении и понаблюдал со стороны как ведут себя сотрудники ГИБДД при общении с гражданами не с ведущими в нормах права меня конечно удивить нечем в принципе но тут я был действительно удивлен поведением сотрудников ГИБДД которые в отношении моего доверителя предъявили ему обвинили его конкретно в нарушении действующего законодательства именно что его стекла не соответствует требованиям ГОСТу по части 3-1 статьи 12.5 Куапера при этом тогда когда гражданин заявил ходатайство о моем допуске при этом в кадр я не попадал сотрудники в принципе со мной не общались тем не менее ходатайстве было указано лицом привлекаем к ответственности о моем допуске вот почему-то сотрудники передумали составлять материал по указанной статье но составили протокол по части 2 статьи 12.25 Куаперов якобы не остановка по требованию сотрудника это конечно грубейшее нарушение вот так взяли ошельмовали обвинили человека они составили материал сотрудники ГИБДД я знаю вы смотрите наш образовательный обучающий канал все-таки соответствуйте высокому статусу сотрудника полиции обвинили составляйте материал отказывайтесь от обвинения приносите извинения неужели вот необходимо адресовывать обращение на имя вше стоящего руководство чтобы с вами проводили проверку а не допущение преднарушения действующего законодательства вот сами вот вы фигуры процессуально независимые самостоятельные принимайте решение как и привлекать к ответственности так и приносить извинения дабы избежать бюрократических и бюрократических проволочек вот этих всех кроме того в данном случае я обращаю внимание тех сотрудников с которыми состоялось общение неприятно как я считаю между моим доверителем вот и непосредственно этими сотрудниками вы обязаны предоставить протокол для ознакомления гражданину это декларирует 28 статья я ссылочку как раз для вас оставлю в описании чтобы почитали протокол не дам в руки что это такое в ходе общения один из сотрудников проговорил я не дам в руки это обязанность ваша дать и ознакомиться с материалами дела более того гражданин в праве что давать объяснение в протоколе представлять доказательства вы лишаете этого права недопустимо такое поведение прошу между тем высшестоящего руководства провести служебную внутриведомственную проверку в отношении должностных лиц которые обвинили моего доверителя о нарушении в его действиях действующего законодательства именно как они сообщили часть 1 часть 3 прим 1 статьи 12.5 кооперев и не составили административный материал чем это вызвано поведение прошу принять меры данным сотрудникам и сделать соответствующие орг выводы кроме того уважаемые друзья подписчики не забывайте не забывайте как вы себя должны вести при общении с сотрудником полиции я ссылочку специально здесь оставлю в описании чтобы посмотрели ознакомились как правильно составить продать объяснение в протоколе об административном правонарушении это важно это важно это линия защиты будьте последовательны и логичными и не соглашайтесь никогда смененным вам составом административного правонарушения с учетом того какое поведение сейчас нынче это во всех регионах у сотрудников которые конкретно как я увижу исходя из тех видеоматериалов которые мне присылают ознакомлюсь сотрудники нацелены именно палочную систему составить материал а лучше в идеале просто постановление в зависимости от нормы и требования выдать ну я думаю таким путем скоро будут по всем по всей двенадцатой главе выдавать требования вот пока вы сами кстати граждане не начнете обжаловать их действия и постановления требовать законности ну а теперь приятного просмотра видеоматериала я с прощаюсь до скорых встреч поворачивать вперед добрый управление гаи капитан землян документы документы можно посмотреть а и до вашего старения музыка играла не слышал не видел капитан полиции землянкин даниил геннадьевич инспектор дпс гибддр до какого августа с даты палец уберите пожалуйста до 31 августа 2000 а когда будет 2012 все я понял а жетон можно посмотреть жетон можно посмотреть можно вот не вижу 346 65 опять. Понял. А причина остановки ваших прибыла. Вы не остановились по требованию сопротивления полиции? Я не видел, что вы остановили. Ехали без света, с выключенным ближним светом хватом. Там горели габаритные вроде. Ближний свет. Габаритные у вас тоже были выключены. У вас выключено было полностью всё. Как-то всё включено. А есть какая-то видеофиксация, что у меня было выключено? На патруле видео, скорее всего. Покажите, пожалуйста. Она на носителе. На каком основании вы тогда утверждаете сейчас? У меня всё включено. Вы можете потом оскорить. Умейте полное право. Вы документы предъявите, пожалуйста. Да, конечно. А для чего документы-то? Проверить хочу. Заставить административный материал. За что? За неостановку транспортного средства. Сейчас. Сейчас, секундочку, я посмотрю. А я с нарушениями не согласен. Можно составить протокол? Ну, документы предъявите. Улис ОСАГО. Все в порядке? Улис ОСАГО. В электронном виде пользуюсь. Подемонстрируйся. Ты его распечатывал, вообще нет? Нет, вроде нет. Вас за тренировку привлекали? А это не тренировка. Это защитная пленка. Что это? Пленка защитная. Привлекали вас? Нет. Не знаю, не мерили. Не мерили? Нет, это противоударная пленка защитная. Я вам говорю, это не тренировка. Пропускание должно быть по норме. Не менее 70%. Страховку дайте. Она в электронном виде. Продемонстрируйся. Сел телефон. Телефон сел, говорю, не смогу продемонстрировать. Давайте тренировку замерим. Продемонстрируйся. Скажите, вы за не остановку документы взяли или за тренировку? Нет, это не тренировка. Это противоударная защитная пленка. Это не принципиально. Все это пропускание должно быть по норме. Замерим все это пропускание. Если не будет проходить составительный материал. Если все будет пропускать, поедите дальше. А каким прибором вы его будете мерить? А документы можно на него посмотреть? Нет. А можно сначала документы посмотреть на него? Права мои, можно вернуть в документы? Документы мои, можно вернуть? Вы сначала померьте, а потом вы будете уже составлять. Это не остановка пока будет составлять? Пожалуйста, пока. Закройте. В первом и втором случае требуете составления протокола. Здравствуйте. Вот свидетельство. Можно удостоверенную службу? Удостоверенную службу. Удостоверенную службу. А ваше удостоверение можно посмотреть? Вы кто? Заводской номер 3867. Госреестер 788 05. Сейчас, секундочку. Старший лейтенант полиции Кученко Андрей Михайлович. Должность инспектор ДПС ГИБДД. Удостоверение номер 068 252. А что тут можно посмотреть, пожалуйста? А 769 100 10. Это нормально? Знаете, я посмотрю, пожалуйста, документы. А интересно, кто будет составлять права на протокол? Здесь только протокол. А кто протокол будет составлять? Я буду составлять. Проверим. Проверим. Соответственно. 0.19. 0.00. 0.00. МТ. Измерители. Центр выпускания стекол. Тоник. Методика проверки. Знак проверки. Главное записать. Возьмите, пожалуйста. Двери. Они остановились-то, почему? Не остановились. Я же горю не увидел. Не увидели? Нет, не увидел. Потому что свет был не включен? Нет, габариты горели у меня. Ближний свет у меня был включен. Не знаю. У меня свет был включен. А у вас какая-то видеофиксация есть? То, что свет был не включен? Потому что я вроде включал его. Автосвет стоит. Автосвет стоял у меня. А с тонировкой что там? Так это не тонировка. Я вам еще раз говорю. Это защитная пленка брони. Ну от ударов. Потому что на дороге мало ли чего бывает. Защитную пленку там тоже нельзя. Которые с выпусканием менее 70%. Там любые. Сетки комариные нельзя. Занавески. Тут все нормально. Гордина всяких. Ничего. Этого нельзя. Не только пленка. Не только тонировка. Я вам говорю. Это не тонировка. Это просто пленка такая. Это в темное время суток пленка так выглядит. То есть сейчас ночью. И при таком освещении. Так это кажется как будто тонировка. Это защитная пленка. Противоударная. Интересуйтесь по скольки статьям. Скольки статьям. В месторождении где у вас? В месторождении? В Ульяновск. А по каким статьям протокол выставляете? Скажите пожалуйста. На установке Троицкого у нас есть. И все. И все? Пока все. На все вопросы 51 статья Конституция у нас есть. На все вопросы 51 статья Конституция у нас есть. Город Димитровград. Как город? Город Димитровград. 51. 51. На все вопросы 51 статья Конституция у нас есть. Телефон не сообщен. Настолько тут на улице. На все вопросы 51 статья Конституция у нас есть. А это я уже не буду вам говорить к сожалению. Об этом вам гласит 51 статья Конституции. Потому что я могу вам не говорить об этом. Отказ. Я говорю к сожалению я вам этого сказать не могу. Об этом гласит 51 статья Конституции. Потому что я могу вам не говорить об этом. Отказ. Я гласит пожалуйста что вы имеете право не следить против себя. Ну конечно. А это идет против меня. Это личная информация. Хорошо. Но это личная информация. Потому что вы меня спрашиваете где я живу. Правильно. Я вам обозначил город где я родился. Область. А дальше уже это личная информация. Дом. Квартира. Прописано. Прописано. Не сообщаю. Также я могу не сообщать вам. Потому что это также личная информация. Мне для протокола нужны тебе. Не обязательно. Не обязательно же они. Насколько я знаю они не обязательно. Они обязательно. Если графа есть. Скажи что не сообщаюсь. Я могу написать. Напишите в связи с 51 статьей Конституции. Конституции не сообщил. То есть статья 51 ты знаете? Да. Чем она говорит? Она говорит о неразглашении информации. Которая может связываться против меня. Это моя личная информация. Но она может быть связываться против меня. Я не согласен. Нет. На работе есть у вас? Тоже я не могу. Могу не говорить вам. Ну то есть тоже отказываются? Тоже отказываются. Все верно. По 51 статье. Так точно. Смешать. Так. 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 Как сказать. Я извиняюсь, а вы протокол, да, в составлянии? А можно еще раз, пожалуйста, ваше имя и отчество? Ну, напомните, пожалуйста. Я понимаю, а можно еще раз представиться, пожалуйста? Представиться, пожалуйста, можно еще раз? Землянкин Даниил Геннадьевич. Звание, старший лейтенант, звание? Подождите, пропустил, не услышал. Повторите еще раз, пожалуйста. Простой темп, что мы не отвечаем. Чуть-чуть. Наручный пункт правил 6.11. Водитель управляет транспорт. Средством приводится от стратегии отпуска. От стратегии отпуска. От стратегии. От стратегии. От стратегии. От стратегии. От стратегии. Значит. Я вам должен донести. Довести статью 51. Как вы уже говорили. Не, вы не довели. Можешь, пожалуйста, довести? Вы же не знаете. Ну, напомнить можете. Я что-то упустил. Там освежить память. Никто не обязан следить за себя самого. Соответственно, только в принципе. У нас никто и вокруг предъявить. И федеральным законом может установиться именно случай, а соблазуем обязанности давать следить за себя. Помимо моего. И можно довести до вас статью 25.1. И можно довести до вас статью 25.1. В конце концов, отношение которого ведется производство поделывается, когда на право внушение. Правильно активно сочетать в реальном дело. Винователям в сознании, а по своему договору, предъявлять право тайство, в основном, будет с юридическим контракт. И решение, какая верная на инфицированная права вне соответствующего ситуации. Дело о административном улучшении рассматривании со связи с самым лицом, отношение которого ведется производство поделыва предъявленных нарушений. В последствии указанного лица делаем надо будет рассматривать в следующий случай. Если имеются данные, а на первую очередь, извещение лица о месте и время отсмотрения дела. Если от лица не поступало предъявлено предъявленное рассматривание дела, либо если от предъявленного без акулизатора. Пункт Крик, судья, должностной лицом, рассматривающим дело административного улучшения, правит признать, обязательно присутствие или присутствие предъявленного предъявления дела, отношение которого ведется производство. Я извиняюсь, а можно машину, пожалуйста, не трогать, там следы останутся после руп? Машину машины можно, пожалуйста, снять? Там же следы после рук останутся после мойки машинка. Хорошо, что что? Говорю, руку, можно, пожалуйста, машину убрать? Следы останутся от машины, я только после мойки недавно. На площадке? Да, да, да. Следы остаются. Спасибо большое за понимание. Сейчас скажу. На чем я смотрю сейчас? На 3 секунды. На 3 секунды. При рассмотрении дела административного правонарушения в лекущем административной арестовое административное удаление на первую grieving самоцерopod around обреждение на благо лица приxtonц Signu на оборудование административного правонарушения может быть у мелму на днях рассмотрения оценок зело, обсуждение登ności zero и это особо показаноment обрис editorial на благо лица и никаких изменений Ваш материал будет рассмотрен по адресу Санкт-Петербург, улица Солова, дом 66, корпус 1, отдельный спецбатальон МР-2 ДПС, кабинете 104, 15-18, 6-го аппарата. А я могу вернуться к первому пункту о поддержке, поддержке, получается, с юридической стороны и составлении? Что там еще? Прочитайте первый пункт, пожалуйста. Я вам прочитал. Сколько можно? Потом вы третий раз попросите. Нет, нет, второй финальный. Что у вас интересует? Первый пункт. По поводу юридической помощи. Ну, вообще полон первый пункт. Я хочу заявить ходатайство под опуску защитника. Можно еще, пожалуйста, ознакомиться с материалом дела? Протокол. Можем протокол посмотреть? Можно передать? Можно передать? Ну, как я вам передам? Ну, вот так вот. Он спритает. Я так не вижу. У меня солнце светит. Ой, солнце, фонарь, извиняюсь. Фонарь? Да, фонарь прямо над вами. Давайте я представлю, чтобы мы обидели. Объяснение будет. Объяснение можно прочитать, пожалуйста? Дайте. Объяснение, что там прочитать? Я объяснение писал. Дайте объяснение. Отдать объяснение можно, писем вы видели? Да, пожалуйста. Так дайте, спасибо. Можно, планшет? Ну, давайте выяснение пишу. Сейчас начнете там чирить. Не, не, я ничего не буду чирить. Я напишу объяснение. Я не готов там на слово верить. Вот, пожалуйста, чиркайте. На негодяя, что ли, похоже, чтобы вам чиркать, что-то. Ну, как они выяснение? Ну, я же вам не посмотрю. Я не знаю, вам виднее. Можно вам не останавливаться, смотри. Так, это не требование. Я же объясняю вам. Вы стояли около машины. Вы стояли с машины. Я вас не видел. Можно, пожалуйста, планшет? Ну, возьмите. Передайте. Здесь пишите. Я не думаю, вы не доверяете. Вы не доверяете мне или что? А почему? Почему? Ну, что, я не подаю надежду вам. Так я вам говорю, дайте мне, пожалуйста, планшет. Я напишу. Передайте, пожалуйста. Открывайте окна. Нет. Я вам передавать вам, потому что на самом деле не буду. Вы отказываетесь передать на планшет, чтобы я написал объяснение? Да, это мой официальный документ, и вы там либо закроете, либо будете там чирикой что-то. Да я вам говорю. Ничто и не лакроет, ничто я чирик. Вот инцидент, где-то водитель написал нецензурное слово в протоколе. Я нецензурное слово писать не буду. Я воспитанный человек, я напишу объяснение культурно. Напишите, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, планшет. Пожалуйста. Сейчас ознакомление по протоколу. А, ознакомление по протоколу можно передать? Вот уже. Что? Я только что ознакомился. Передайте, пожалуйста. Читайте. Зознакомление. Я так не вижу, к сожалению, у меня зрение не позволяет так увидеть. А, писать мне как? То, что я ознакомлен. А, писать, а вы будете одно пишите? Нет, вы мне передайте, пожалуйста, планшет, я напишу. Тут отсвечивает, я опять уже вам говорю. Тут, к сожалению, ничего не видно. Товарищ капитан. А как видно? Нет. Как объяснение мне давать? Объяснение мне как вам давать, скажите, пожалуйста. Открываете окно и пишите? Нет, я не обязан открыть окно. Ну, я вас попросил передать мне планшет, чтобы я написал объяснение. Отдавайте. Что? Вы обязаны отдать для ознакомления. Вы обязаны отдать для ознакомления мне. У меня окно открыто, вы смотрите, что я здесь делаю. Отношаем к его машине. Учится надо? Не поедете. Дайте, пожалуйста, ручку и планшет. Пожалуйста. И планшет, можно? Преоткроете побольше, там. Нет, нет. Преоткроете чуть-чуть, чуть-чуть. Можно я возьму? Мне так неудобно писать. Ну, мне так неудобно писать. Ну, что, как я буду писать? Ну, еще отпустите окно, потому что за голову надо. Ну, дайте, пожалуйста, планшет я напишу. Так я вам даю его. Ну, пожалуйста, неудобно писать. Я так даже не вижу, где писать. Я, к сожалению, ввиду своего зрения не могу так написать. Я, в принципе, неудобно писать. А ну, куда дебататься? А вы будете писать, не будете? Ну, вы мне дайте планшет, пожалуйста. Я по-человечески. Я напишу по-человечески. Нет, вы не по-человечески сказаете, вы это очень некрасиво. Ответственного можно, пожалуйста, выбрать? Конечно. Вызывайте, пожалуйста. Ручку верну. Может быть, все-таки передадите мне ознакомиться с протоколом? Да вы только что ознакомились. Ну, вы мне дайте нормально ознакомиться. А это нормально? У вас ведется видеозапись, вы видите, что вы действуете не в рамках. Я не буду закрываться в вашей шине, передайте, пожалуйста, планшет и все. Вы скажите, честное слово, я не буду закрываться. Мое слово и оно и так... Вы при вас составляли этот документ. Что? Нет, не при мне. Вы отходили, составляли этот документ. Мы же здесь не можем писать, правильно? Ну, причину, цель. Я должен ознакомиться с причиной, целью остановки. Дайте, пожалуйста. А вы же не против. Вот. Я испарился. Вот. Ключи фонари. Ключи фонари. Ключи фонари. Ключи фонари. Теперь ходатство возьми. Такая пустая, которая пустая. Не переписываешь, значит. На имя долго – ну, Ahí app jinping – это должно с одного лица. Обходатство. Вот я пишу, на вершку... Это не надо, это där по Crime. я понимаю я это другое я хорошо что вы не рассматривали хорошо выписывайте протокол с постановлением я не согласен мне нужна юридическая поддержка почему вы отказали еще раз поясните пожалуйста ввиду того что постановление по вашему делу не вынесено а почему оно не вынесено потому что это не моей компетенции а чей а кто это да вы фамилии можете назвать мне нужен защитник сейчас вы должны рассмотреть ходатайство и вынесите определение определение дайте пожалуйста вы должны удовлетворение или о праве защитника да да соблюдайте нормы соблюдайте пожалуйста нормы уапа через определение вы сейчас в рамке закона скажите то есть вы сейчас в рамках закона действуйте это вы под камеру правильно говорите на камеру говорите а где рассматривается ходатайство устно вами правильно нет вы ответьте пожалуйста я вам задал вопрос письменный да или нет перебивай отказ будет материале дела она рассматривается немедленно а не в материале делом я вам говорю я вам отказываюсь через определение да нет прям сейчас это рассматривается немедленно почему вы же что и вы мне устный отказ даете мне нужен письменный отказ ваш через определение дайте пожалуйста письменный отказ тогда можно поздравить ответственно позвоните мне пожалуйста через сколько он будет но я понимаю мне скажите время через сколько он будет вы нарушаете просто мое право и я буду разговаривать соответственно нарушаете нет я еще ознакомлюсь в клапе четко написано должно быть в клапе четко должно быть написано определение да вы на данный момент оказываете психологическое давление на меня понимаете нет я звал непосредственно ваш капитана про товарищ лейтенанта разговора никакого не было понимаете вы подошли сюда сами и встреваете в наш разговор товарищем капитаном понимаете нет вы просто пытается оказать на меня психологическое давление хорошо тогда если я заблуждаюсь процессе мне пожалуйста защитника может быть я каких-то вещей не понимаю поэтому мне нужен защитник вы отказываетесь мне его почему я рассматриваете на месте а какое норм право регламентируется норма права какой а то что о том что вы говорите назовите конкретную статью пожалуйста ссылка на закон а то вот вы вы мне сейчас говорите правильно отказывать да да инспектор на месяц на месте него носит постановление обставлять административный протокол принятие решения наказания по ссылку на номер закона можно четко ссылка номер закона четко пожалуйста можно номер закона ссылкой я хочу проверить какой закон конкретно скажите мне какой пункт пункт какой там их много ну так вы мне скажите про какой вы мне говорите 611 правильно хорошо мы позовите пожалуйста ответственно 8 подошла это пока протокол у меня побудет а мы с вами подождем не там он у меня бы я выдержу я еще ознакомляюсь я еще и пришел я подождем понимаете я конкретно вам ничего не не должен предоставить на что заполняет а товарищ капитан правильно во первых а вторых я читаю еще ознакомлю участник по делу очень сильно должны четко кратко ссылками на закон вы сначала одобрите пожалуйста о моем защитнике зачем эта информация чтобы ну как как вы как у меня добрый те я вам скажу и скоро будет что пускай участвует это вы так одобрение даете это одолжение от вас все 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 не достаточно недостаточно в основной форме соглашениях вашим хорошо удовлетворю то есть вы удовлетворяете правильно когда ты положите пожалуйста материалы дела потом в материалы дела это ходатайство положить пожалуйста спасибо накрытие сотрудника попросите документы у него и соответственно передавайте протокол попросить чтобы он копию вручил можно получить про свои документы я выдам протокол и копию пожалуйста протокола можно не выключить протокол документы можно ополчить и копию протоколами пожалуйста можно но зачем вот это я же говорил вам не надо лишнее писать это не лишнее а я ничего личного никакого мата никакого нет что а то свободное место там от этого ничего не меняется это никакое не нарушение я ни на какие слова там не залез все видно вы ознакомились документы мои можно вернуть товарищ капитан Сейчас он вам даст документы. Сейчас будет интересно, как они отпустят или все-таки будут дальше. Они отпустят. Да, потому что ситуация завернулась очень серьезно. Я на копии подпишу то, что вручено. Я допишу то, что копия вручена. Нет, сначала мне копию вручите. Я на оригинале напишу. Хорошо, так на оригинале она тут копируется. На копии не обязательно, я на оригинале напишу то, что вы мне копию вручили. Я на оригинале напишу то, что вы мне копию выдали. Потом вы скажете, что я здесь что-то дописал. Нет, подождите. Это будет моей рукой написано. Я рядышком распишусь. Копия она для меня. Правильно? А для вас официальный документ это вот он, оригинал. Я там допишу вам, что копия мне вручена. Все. И рядом поставлю роспись свою. Проблемы в этом никакой нет. Я сам копию должен забрать или вы дадите? Я сам вам дам. Копию будьте добры, пожалуйста. Ну как я могу написать то, что я еще не получил? Дайте, пожалуйста, мне копию. Я вам напишу вам дать. Могу копию, если вы за нее еще не расписались. Положите на торпи. Положите, пожалуйста, сделать копию тогда. Я ее не трону руками, чтобы она для чего же основания не верит. Ну что за цирк-то какой-то. Ну понимаете, ну как я могу расписаться то, что я получил, что вы мне не дали? Слушайте, как я вам дам копию, если вы за нее не расписались. Хорошо. Так вы же мне говорите расписать, что я получил копию, правильно? Ну так я же ее сейчас еще не получил. Нет, подождите, это так как-то криво получается. Положите, пожалуйста, вот сюда вот копию. И я при вас напишу сейчас то, что я получил. Я руками не трону, вот сюда вот ее положите. А? Так. Вот тут правильно? Нет. Где вы написали, что копию? А, все, вот тут хорошо. Не здесь. Да, вот тут все. Вот здесь вот, где галочку, правильно? Где вы написали, что копию не получили? Вот тут. Вы писали? Да, да, да. Ну я вас и спрашиваю, тут места нет, я на следующей строке напишу. Не же напишите. Все, хорошо. Вот, кучу напишу. копия получил и ротки, правильно, сфотографирую сфотографией а, тут номер приколы со вспышки делаю лучше все, что там документы можно мне, пожалуйста, получить? до свидания заводи, пожалуйста заводи, пожалуйста что, выходить не ждем? нет, я не буду выходить я здесь сейчас свой комментарий вкратце скажу относительно данных обстоятельств уважаемые друзья подписчики, случайный зритель канал, наши образователи, многие вы знаете, сегодня мы для вас сняли видеосюжет очередной вот вы видели гражданин не совсем следующим в нормах права в принципе это не категория плохо но так складывается, что в России необходимо знать свои права и обязанности вы видите ли, как сотрудник БДТ вводил в заблуждение водителя по ходатайству о допуске защитника то вменяли состав ему по 12.5 по статье 12.5 6.3 м1 по АПРФ а потом мы переключились на неостановку и дабы оправдать легализовать свои как я считаю незаконные действия они составили вот этот материал как таковой не было неостановки то есть и состава нету по статье 22.5 по АПРФ это вот явное злоупотребление сотрудники для себя просто прикинули подумали что скорее всего составлять материал за тонировку как говорится в простонародье по статье 12.25.6.3 1 КВАПРФ это достаточно надолго поскольку им уже в рамках дела по статье 12.25.6.2 КВАПРФ стало известно что в деле будет защитник вот и собственно говоря я вот вам показываю с коллегами вот кстати мой коллега адвокат познакомься сейчас вам свой комментарий скажет по данному делу и показываем как отставить свои права и законы интересы вот в данном случае гражданин вот у нас водитель да вел себя четко ясно грамотно ну и комментарии конечно моего коллеги вот у нас была ситуация что мы заявили в ходатайство о допуске защитника так как водитель не имеет знаний в области юриспруденции что делается должностными лицами прямое нарушение законодательства именно КОАПРФ РФ заявлено ходатайство они его сразу же не рассматривают говорят о том что вы приходите потом и мы будем рассматривать это ходатайство хотя ходатайство рассматривается кратчайшие сроки но в режиме диалога с водителем так как мы все таки здесь находимся должностное лицо мы вывели на то чтобы он рассмотрел ходатайство что ему пришлось удовлетворить это говорится о том что он полностью нарушается право на защиту где немедленно должно было рассмотреться и отложиться дело либо все таки предоставить возможность допуске защитника да еще раз друзья подписчики случайно зрители будьте последовательны вот пример вам вот как водитель сейчас подсказывали помогали корректировали все через протокол пишите всегда ходатайство возите с собой бланки либо листы формата чистых в которых будете отражать свои ходатайства о допуске защитника это даст возможность в данном случае я допускаю возможно сотрудники почувствовали что-то да в ходе общения с водителем но уже ознакомившись с ходатайством о допуске меня понимают какие будут последствия да кстати вот если дальше вот смотреть налицо в действиях должностных лиц бездействия поскольку они обвинили гражданина что в его действиях наличит состав административного правонарушения по части 3 приема 11-12-5 при этом административного материала не составили и извинения не принесли вот так вот у нас сотрудник полиции может огульно огульно взять вот так вас обвинить и легко потом отказаться от своих слов поэтому все фиксируйте на видео все фиксируйте на диктофон если есть возможность и вот в продолжение темы значит относительно листков бумаги да возите купите там упаковка она недорогая ручек купите там 10 ручек потому что многие граждане когда мне звонят Денис Геннадьевич мне даже блокнота нет тетрадки нет это вам надо вот мы показываем на своем образовательном канале я даже иногда распечатываю заранее готовые документы ходатства отводы вы слышите да они частично опубликованы вконтакте не ленитесь вот вам пожалуйста у нас здесь Денис Геннадьевич полное нарушение конечно имеется остановка транспортного средства опять же была не по регламенту сотрудник подошел не представился должным образом не объяснил причины основания да еще вот такой момент кстати сотрудник полиции вменил гражданина что он управлял без светоближных фар да это тоже состав административного правонарушения это в продолжение опять вот так вот огульно обвинить вот был бы один гражданин тут бы было бы сразу 3-4 постановления и именно постановления еще и требования было бы я допускаю не исключаю исходя из того поведения которое вот я со стороны наблюдаю слышу вот так что еще Денис Геннадьевич извините перебил что у нас изначально такая картина получилась первое что делает даже основе лицом он пытается открыть дверь вторгнуться в имущество это первое действие хотя по регламенту должно быть все иначе как это так основание причина цель обращения они должны да они это сотрудники полиции оценить вообще обстоятельства с кем общаются влечет ли общественную опасность вот данная ситуация субъективная объективная сторона да вот как то все на удачу как то хамовато грубовато вот так не должно быть сотрудники ГИБДД вот вы общаетесь да между собой смотрите тоже наш образовательный обучающий канал ну хоть вот не ленитесь хотя бы по диагонали считайте 664 приказ кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях конституции Российской Федерации закон о полиции а также закон о службе в органах внутренних дел хотя бы по диагонали повторюсь потому что ваши вот эти действия они как я считаю приведут допускаю возможно вот так если вы будете относиться к своей службе к составу уголовного преступления по статье 286 УК РФ вы это все понимаете от безнаказанности до поры до времени найдется тот гражданин который будет месяц два годами жаловаться ваши действия обжаловать вот и тогда вы поймете да и уже вот как мы видим с требованиями да сотрудники перестали выдавать требования тогда когда граждане идут грамотное объяснение тогда как разъяснили да и кстати из Москвы там пришло указание насколько мне известно чтобы требования по крайней мере в Санкт-Петербурге не выдавали потому что понимают да что это не законно вот в общем у меня собственно говоря все дорогие мое время уже 3 часа 10 минут 28 июля 2020 год не забывайте пользоваться помощью защитников к квалифицированию это важно Субтитры подогнал «Симон»!